Эволюция представления о лечении пациентов с язином калитом. Презентацию будьте добры. Дайте нам первую презентацию из этого. На этом экране нет презентации. Так, ладно, обойдемся. Так, экран всем видно? Да. Так, техники. На этом мониторе не видно ничего, нет сигнала. Итак, коллеги, мы с вами знаем, что язвенный калит протекает в большом проценте случаев достаточно тяжело. И вы видите на экране, что ремиссия достигается не более чем у половины пациентов, у остальных или сохраняется активность, или больные подвергаются колоктомии. Если мы посмотрим, как влияет язвенный калит на качество жизни, то посмотрите, пожалуйста. Первый столбик. Первый столбик. Демонстрирует, что по сравнению с другими заболеваниями язвенный калит стоит на первом месте по оценке пациентов, как заболевание, определяющее качество их жизни. 53% указывают именно таким образом. И вторая часть слайда – это психологическое влияние язвенного калита, которое вызывает беспокойство по поводу отдаленных эффектов, стрессовой ситуации, смущение и депрессия тоже в очень большом проценте случаев. Вот так вот хорошо, да? Вот посмотрите, по данным наших российских исследований, характер течения язвенного калита в большом проценте случаев, в 63% характеризуется как рецидивирующее, 18,5% как непрерывное и 18,5% как острое течение. И вот из этого острого течения, у 2,5% имеет место так называемая по старой номеркландуре фульминантная атака, теперь говорят об остром тяжелом язвенном калите. Как влияет протяженность воспаления на различные параметры? Колоктония, как вы видите, в течение 5 лет подвергается 35% больных с распространенным язвенным калитом. Колодоктальный рак развивается с течением времени у половины пациентов. Стандартизированные показатели смертности тоже самые высокие при распространенном язвенном калите. И вот данные наших, опять же, российских исследований, ESCAP, какая же у нас протяженность, то есть какие риски вот всех этих показателей. 33% у нас больных с тотальным язвенным калитом и 38% с левосторонним. В отличие от Европы и Америки, где большую часть больных составляют больные с ограниченным язвенным калитом. У половины пациентов единственным абсолютным показанием к операции является невозможность контролировать активность заболевания. Это сохраняющаяся активность, это стероидозависимые и стероидорезистентные формы. А заживление слизистой оболочки, как вы видите, ассоциируется со снижением риска колоктомии. Здесь это хорошо видно на слайде. И поэтому препараты, которыми мы лечим язвенный калит, непрерывно эволюционируют. Этот процесс бесконечный. И мы сейчас будем с вами накапливать опыт все новых и новых препаратов. Но тем не менее, традиционные средства все вы хорошо знаете. Это препараты 5АСК, кортикостероидные гормоны и иммуносупрессивный ряд и биологические препараты. Цели лечения язвенного калита тоже вы знаете. И среди них, обратите внимание, одним из основных стоит отказ от кортикостероидных гормонов. Так вот, сегодня часть моего доклада будет посвящена как раз тому, что можно сохранить лечение кортикостероидными гормонами, но определенными формами. Как же все-таки эволюционировало лечение язвенного калита? Сначала препараты 5-аминосалициловой кислоты. Ну, я не буду вам рассказывать, вы все это знаете. Этому будет посвящен доклад Игорь Львовича. Просто хочу обратить ваше внимание, что таблетированный мисолазин имел несколько такую боковую ветвь эволюции. И почему это происходило? Вот те препараты мисолазина, которые представлены в России, посмотрите, чем они отличаются. Молекула-то одна. А вот структура покрытия и структура самого препарата различны. Это иудрагид Эль. Простите. Иудрагид Эль и Эс. Мультиматриксная структура. Это идиоцеллюлозное покрытие. Чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что, во-первых, у здоровых людей, как вы видите вот на слайде, уровень PH в разных отделах желудочно-кишечного тракта, колеблется в интервале от 6 до 7. И у пациентов с воспалением, это нижний график, может происходить закисление PH, особенно в дистальных отделах подстошной и в толстой кишке. И именно поэтому предусмотрены различные покрытия месолазина, которые удовлетворяют требованиям фиксированного PH. Например, месолазин с покрытием иудрагид Эль, он от минимального, от 5,5 до 6,5 действует. Препарат селофальк. Препарат в этилцеллюлозном покрытии, хорошо вам известная пентаса, вообще не зависит от PH. Препараты, которые имеют иудрагидное покрытие S, действуют в более высоком интервале PH от 5,5 до 7. И препараты, которые могут перекрывать весь спектр вот этого патологического PH, который имеет иудрагид S+, иудрагид L, препаратный закол, он может как раз при любом... Ну что ж такого-то? Ну если я половину времени буду тратить на переключение слайдов... При любом раскладе событий, при любом PH, эти препараты будут перекрывать уровень PH таким образом, чтобы достичь максимальной концентрации препарата в крови. Следующий этап эволюции препаратов меселозина – это появление лектальных форм, клизмы и пена. Затем таблетки превратились в гранулированный меселозин, мы это тоже хорошо знаем. И, наконец, вершина препаратов меселозина – это матриксный препарат, мультиматриксный препарат ММХ-меселозин. И вот посмотрите, в чем разница этих двух форм меселозина – гранулированного и мультиматриксного – в распределении по всей толстой кишке. Если таблетированные формы действуют только в просвете правой половины кишки, то гранулированные и матриксные формы по всей длине толстой кишки, и вы видите вот справа яркое пятно, это синтеграфическое исследование, концентрация препарата в прямой кишке. Вот так проходила эволюция аминосалицилатов. Теперь посмотрим на эволюцию кортикостероидов. Мы все привыкли пользоваться системными кортикостероидами, но уже энное количество лет назад появились топические стероиды, которые мы знаем на нашем рынке как бодезонид, препарат боденофальк. Сейчас будет регистрироваться или уже зарегистрирована лектальная форма бодезонида в виде пены, и появился мультиматриксный бодезонид, такой же структуры, как и мультиматриксный месолазин, который мы с вами только что видели. И вот если мы с вами посмотрим на место кортикостероидов в лечении язвенного колита, то посмотрите, преднизолом, при легком системные кортикостероиды, при легком течении, при отсутствии эффекта от 5СК, при средней тяжести, при отсутствии эффекта от 5СК, и при тяжелом язвенном колите внутривенно. А при болезни крона системные кортикостероиды используются при тяжелой и средне-тяжелой болезни крона любой локализации и при болезни крона с системными проявлениями. А топические стероиды лишь при одной локализации, и то при легкой и средне-тяжелой болезни крона при илиоцикальной. Так что в целом... еще не скоро полностью откажется от применения этих препаратов. У нас есть дырка. Вот она, эта дырка, видите, пустая клеточка. То есть бутазонит показан при болезни крона илиоцикальной, системные стероиды показаны при язвенном колите и при болезни крона, а вот нельзя использовать топические стероиды при язвенном колите, потому что классический бутазонит показал свою неэффективность. И, конечно, мы бы очень нуждались в препарате, который бы позволил применить стероидные гормоны у больных, когда есть неэффективность аминосарицилатов, но очень не хочется прибегать к длительному курсу системных стероидов и сами создавать ситуацию со стероидозависимостью. Ну и вот такой препарат появился на нашем рынке примерно год назад. Это матриксный бутазонит, второе название – кортимен. И если мы с вами посмотрим... Нет, я хочу стрелочкой попробовать. Со стрелочкой плохо. Ну ладно, так смотрите. Итак, если мы пользуемся бутазонитом классическим, левая половина слайда, если это пероральная форма, то где зона действия препарата? Это, начиная с подвздошной кишки и правая половина толстой кишки. Если мы пользуемся ректальным введением бутазонита, вот той пены, которая сейчас будет зарегистрирована, то это прямая и левая половина толстой кишки. Были попытки применить классический бутазонит при лечении язвенного колита, но испытание было досрочно приостановлено из-за получения уже первых результатов уполной неэффективности бутазонита при язвенном колите. И вот мы получаем новый препарат. Тот же бутазонит, но на матричной основе, который, как вы видите на правой половине слайда, при пероральном приеме распространяется равномерно по всей длине толстой кишки. Ну вот здесь хорошо видно на схеме, что обычный бутазонит – это терминальный отдел, слепая кишка и от силы правая половина, а матричный бутазонит, начиная с терминального отдела и до прямой кишки, кишки отчет свидетельствует и вот сцинтиграфическое распределение препарата, которое вы видите ниже, равномерное по всей поперечно-ободочной кишке, включая прямую. Вот здесь это очень хорошо видно. И вот это способствует такой целенаправленной доставке лекарственного вещества равномерно по всей длине толстой кишки, а при этом свойства этого бутазонита матричного такие же, как у классического топического бутазонита, то есть это высокая активность, не уступающая преднизолону, и это минимум побочных эффектов, потому что фармакокинетика и фармакодинамика матричного бутазонита такая же, как у классического бутазонита. То есть это высокий прессистемный метаболизм, низкая всасываемость из кишечника и низкая биодоступность 10%, но этих 90% остается в кишке и создает высокую концентрацию, равномерно распределяющуюся по всей длине кишки. Вот на этом слайде видно сравнение распределения матричного месцелозина и последняя картинка. Это матричный бутазонит. Вы видите, что технологии ММ-экспорта позволяют добиться одинакового результата при разном химическом строении препарата. Ну вот эта схема, она, в общем, известна достаточно. И я бы хотела сказать несколько слов об исследованиях, которые были проведены при картинке. Очень интересный был дизайн. Это было исследование КОР-1, в которое входило 4 группы пациентов, получающие 9 мг бутазонита матричного, 6 мг вторая группа, плацебо, естественно, и в качестве референсной группы были больные, получающие азакул. С таким же дизайном было исследование КОР-2, но там кроме 9-6 мг плацебо в качестве референсного препарата использовался эндокорд, это препарат аналогичный бутенофальку. И вы видите, что в данном случае 9 мг притнизолона, это вторая группа столбиков, 9 мг картинкента в исследовании КОР-1, КОР-2, и когда их суммировали, оказалось достоверно выше, чем любая другая группа. Критерием, то есть первичной, конечной точкой, было достижение клиника эндоскопической ремиссии через 8 недель. Ну, вот это такое более упрощённое изображение того же, что 9 мг имеет достоверную разницу. Таким образом, лечебная доза была выбрана, и она оказалась такой же, как у классического бутозамида. Нет, всё. И посмотрите, пожалуйста, что отношение шансов как раз в пользу дозы 9 мг по достижению клиника эндоскопической ремиссии и в меньшей степени по другим параметрам. И последнее, что можно сказать про картинкент. Дополнительное исследование, контрибют, в котором была первичная, конечная точка достижения клиника эндоскопической ремиссии, сравнивала уже выбранную дозу, и группа плацебо, его обе группы получали дополнительно препараты 5-аминосалициловой кислоты. Вот это к вопросу о том, что мы сегодня уже обсуждали на первом нашем заседании. Нужно ли использовать препараты 5-аминосалициловой кислоты, если больной получает гормональный препарат? Это исследование демонстрирует, что добавление стероида, топического стероида к больным, к 5-аминосалициловой кислоте повышает, поверно повышает эффективность. А не наоборот, коллеги, не добавление 5-АСК к стероидам, это не повышает эффективность. И я сделала экстрапуляцию к очень давнему исследованию по стероидам, когда их сравнивали преднизолом с 5-АСК. Игорь Александрович, сейчас я говорю, сейчас я говорю, а 5-АСК плюс преднизолом или преднизолом плюс 5-АСК. И тогда исследование тоже показало, что добавление стероидов к 5-аминосалициловой кислоте повышает эффективность, естественно, за счет гормонов, за счет стероидов, а наоборот добавление 5-аминосалициловой кислоты к стероидам не повышает эффективность лечения. И хотя повсеместно, традиционно, мы сталкиваемся с тем, что больные, которые получают не только стероиды, но даже биологическую терапию, как показали сегодня клинические разборы, дополнительно получают препараты 5-аминосалициловой кислоты, это неоправданно, это лишняя трата денег, а тем более, если 5-АСК назначаются дополнительно к биологическим препаратам. Но в данном случае я возвращаюсь к картиненту и хочу сказать, что мы заполнили нишу, мы заполнили вот эту пустую клеточку и имеем теперь возможность использовать стероидные препараты без системных побочных эффектов, без развития стероидозависимости, ну, наверное, стероидорезистентность в каких-то случаях будет развиваться, это пока еще не выяснено, препарат недавний. И мы имеем вот ту нишу, то есть этот препарат зарегистрирован по показанию легкий и средне-тяжелой формы язвенного колита, и я оговариваю, те, которые не ответили на препараты 5-аминосалициновой кислоты. То есть мы имеем очень хорошую возможность избавить больных от побочных эффектов стероидных гормонов с одинаковой эффективностью. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Александровна. У нас, к сожалению, с вами, дорогие коллеги, нет времени для того, чтобы задавать вопросы. Если у нас останется время в конце всего нашего сегодняшнего длинного симпозиума... в конце всего нашего года. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!